Время тренировок 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 Еще шульмейстер не принимал участия, он занимался организацией всего этого, поэтому, несмотря на знаменитую фамилию, ВКАТа у него сейчас может быть меньше, чем у многих полупрофессиональных пилотов. Это я нашего знакомого Бориса защищаю. Почему он не в лидерах сразу же после старта? Интересно, что Александр Батехин рассказал, что на этой трассе был всего год назад, а за рулем машины первый раз он оказался по ходу квалификации. Можете себе представить, как быстро ему пришлось привыкать к этим машинам, но машина простая в плане электроники, Антон Немкин. Вот это Немкин, да, очень тоже красивая и интересная окраска, и не случайно он здесь оказался. Было столкновение с Ружейниковым, знаменитый дрифтер. Кстати, наш коллега на одном из автомобильных телеканалов, он работает тоже журналистом, занимается дрифтом профессионально, но здесь, конечно, лицевой автоспорт и несколько других. Но у него были очень хорошие результаты тоже, и в Миджете в том числе. Передний бампер здесь поврежден, доберется он до питлейна, может быть, не потеряв его, но смотрим повторы. Сначала старт, а потом, может быть, увидим повтор столкновения. Немкин, кстати, похоже, остановился. Последний план, который у нас мелькнул до начала повтора, машина стояла. Тут другая красивая раскрашенная машина, это не та, это не Немкинская, да, 32-й номер по центру здесь. Как раз появилась Янкевичус, самый быстрый литовец в России, как его называют, но я думаю, просто самый быстрый литовец, потому что в ралли, да, у них есть, но в кольцевом автоспорте. Поправьте меня, но не припомню, чтобы кто-то был быстрее Янкевичуса. Он выигрывал гонки, причем не в двухлитровом, а в классе В6 во французских этапах, как и Нерсеса Сакян, то он в двухлитрах отлично. Ну и вот момент, когда, собственно, Карачев здесь вышел в лидера относительно Лукашевича, и борьба Янкевичуса с Шульмейстером вот закончилась в пользу Бориса в какой-то момент. Если бы, вы знаете, речь шла на вот этот момент, да, там просто развернули, просто Гугаева развернули, это был первый момент неприятный с ним связанный, откатился он на последнее место. Ружейников до петлейна все-таки добрался, заехал на петлейн, сейчас и Гугаев тоже, оба на петлейне сейчас. Перед ними Сергей Егоров был. Вот момент разворота Ружейникова, да, там был толчок с стороны Немкина. И второй удар еще, вот, вот этот момент. Кстати, что касается обвеса, да, вот обратите внимание, что машины могут выглядеть, как, например, машины Мерседес, БМВ или некоторые есть Ауди, есть некоторые даже под Астон Мартин или Бугатти, сделанные в более демократичном 1300 классе французском. Но, вы понимаете, это просто наклейки фар, на самом деле к маркам это не имеет отношения, все машины одинаковые, они с двухлитровым двигателем Рено, тем же самым, что, кстати, стоит на двухлитровой формуле Рено. Так что она вполне известна, здесь была пытка атаки. В прошлом году мы видели здесь провоз, прям нам клялся шульмейстер, потому что невынужденный, но мы помним, как он провелся, и в итоге его потом наказали. Пока Карачев и Лукашевич сражаются впереди, и Нерсед с Исакен не может к ним подъехать. Я думал, что за счет этой борьбы достаточно быстро он их догонит, пока нет, пока этого не происходит. Да, небольшой отрыв, там 1,9 у него от лидера, но этот отрыв есть, и он продолжает сохраняться. Вот то, что вы видите, вот эти буквы в скобках латинские, это означает PRO или SEMI PRO, то есть профессиональный класс, подкласс или полупрофессиональный. Вот здесь Дмитрий Кайшев быстрейший сейчас из пилотов, которые соревнуются в полупрофессиональном классе. Тот самый Кайшев, который чуть не сгорел, простите, у него машина сегодня, потому что как-то он-то быстро из нее выбрался, она остановилась, начала дымиться, пришли комиссары с огнетушителями, начали тушить ей под капот. Вот я думал, все, и здесь, атака. Ну что, Лукашевичи против Карачева. Круга прошло, третий начинается здесь, третье жесткое торможение. Прошли, Слепстрим работает реально, реально работает Слепстрим. Хотела я сказать, что Алексей был одним из тех, кто катал здесь на вот этих Hotline, так называемые, на Мерседесах, для тех, кто выиграл определенный конкурс, который Мерседес устраивает на GT, абсолютная новинка здесь на Сочи Афодроме и уже очень популярная. Я могу сказать, что мы с Натальей Алексеем знаем хорошо, наша команда картинговая, которая называлась Тора Русса, кстати, задолго до того, как настоящая Тора Русса пришел, Даниил Квят, боролась с карачевскими командами и не всегда ему проигрывала, хотя, конечно, хотя, конечно, больше, чем. Нет, если бы у нас в команде одни Натальи были, тогда, конечно, но такие, как я, тянули коллектив на дно, простите. Что касается Алексея, с тех пор он в GT выступал, причем выступал на Мерседесах и выступал вместе с Бернтом Шнайдером, с легендой просто автоспорта, с многократным чемпионом ДТМа. Так что я думаю, что с тех пор Алексей стал еще быстрее, чем тот Карачев, которого мы знали в картине. Желтые флаги у нас пока продолжаются на трассе, а здесь идет, смотрите, тройная борьба, с ума сойти. Я же хотела, да, про инциденты, раз мы заговорили про инциденты, то расскажу, из чего были красные флаги. Так, я... Пока у нас, правда, здесь... Макаровский против Добровольского, Макаровский, да, Наташа расскажет подробности его вылета. Сейчас едва не... Кайшев не поправил Добровольского. Я почему сейчас за Добровольского болею, я вам честно скажу. Я-то каждый день, каждое утро, рано утром, 8 утра уже в гостинице в спортзале. Так вот, мы живем вместе с Добровольским. Человек немолодой, человек достаточно могучей комплекции, и каждый день мы с ним встречаемся в спортзале, понимаете? Ну, ладно, еще завтра, вчера это было, когда у него свободные заезды, да, там, на торможении, это очень серьезно, конечно, фрисковало, все-таки прошел, похоже. Борьба впереди, может возобновиться, я только закончу про Добровольского, ладно, вчера. Сегодня у них квалификация была утром, и за час до квалификации он был в спортзале. Представьте себе, какой энтузиаст! Ну, здесь продолжается борьба за лидерство, тем временем желтые флаги все еще на трассе присутствуют, если верить нашему секундомеру. Короткие здесь гонки, всего 20 кругов, одного круга здесь 20 минут, в смысле, и плюс один круг здесь отсутствует. Вот это то, что есть в основном чемпионате, основная разница именно в этом. Но плюс там уже выставочная гонка, и очки с неба, чемпионат не пойдут, не сдается. Карачев попробует еще раз против Лукашевича здесь какой-то маневр. Нет, пока нет ни на дистанции атаки такого, да, если не закончить, история с Макаровскими. Дело в том, что был брак болта, который крепил задний суппорт, и из-за этого, собственно, задние тормоза вообще отказали. А там к повороту подход примерно на 205-210 км в час, и, собственно, тормозил он только передними колесами, просто их заблокировал, и по прямой, из-за этого, вот, в эти покрышки, к счастью, которые были наполнены водой, из-за этого, собственно, скорость погасилась быстрее. Двигатель не пострадал, к счастью, самое основное, что не пострадал пилот, но это мы видели на экране, и, в общем, удалось сегодня... Сколько сказали, 119 км в час, да, в момент удара? Ну, у меня нет чётких данных по моменту удара, но вот подход к повороту, по словам глота, примерно 210 км в час. Ну, вот из них часть он всё-таки погасил, но момент касания, представляете, 119 км в час глоба, это к моменту, к вопросу о том, что, да, это маленькие машинки, на которых, может быть, можно ехать более-менее, хотя, знаете, задний привод, двухлитровый двигатель тоже, секвентальная коробка, это не шутки, это не прокатный картинг. Здесь действительно нужно как следует потренироваться перед тем, как ехать в гонках, но, тем не менее, конечно, это не Формула-1, конечно, здесь другие скорости, но вот Наташа, я вижу, сейчас внимательно смотрит на результат Александра Ильхина, да, не стареют душой ветераны, вот так, без тренировок. Но, к сожалению, у нас Сергей Серёженков уже сошёл, и очень обидно помню, что ехал он хорошо. Ох-ох-ох, смотрите-ка, сейчас Карачёв грел, как это называется в картинге, грел, 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 рукашел. Сергей Станислав, конечно. Да, грел Лукашевич, и в итоге вынудил его ошибиться, поставил практически боком машину на торможение, и вышел вперёд. Борьба у них просто потрясающая, несколько раз уже менялись местами, и по-прежнему, смотрите, Исакен не отстаёт, секунды одна десятая. Интересно, что повелось, Янкевич уже не отстаёт. Как раз вместе с Серёженковым, который сошёл здесь, они во Франции много выступали, и в том числе, как только шёл дождь, они тут же приезжали. Ну, конечно, потому что наши ребята под дождём едут быстрее, а вот без дождя, когда вкатанная техника, то это было не так просто. Ну, а вот в последнике Лиденоне, как я уже говорил, Исакен выступал и приехал. Одну гонку выиграл, а длинную на другой был на втором месте. Это было в двухлитровом классе, то есть на точно таких же машинах, как и здесь. И с липстримом бок о бок, и, похоже, очередная смена позиции, но нет, не сдаётся Карачёв на внутренней траектории. Алексей Иван на внешней, преимущество теоретически сейчас у Карачёва, да, он его сохраняет, точно так же, как и Формула-1, срезать, естественно, вход во второй поворот здесь нельзя. И сейчас они на дуге. Дуга, которая без сброса газа не проходится даже такими сверхпрофессионалами здесь на этих машинах. Видим, как они кредятся. Здесь дифференциал, как на карте, не даёт одному колесу к нему вращаться быстрее другого. Поэтому, не скажу страшно, но, в общем, не очень приятно в последней фазе, особенно этой длинной-длинной дуги. Именно поэтому, может быть, к четвёртому вороту там попыток обоина пока мы не видели, как было между Гимми и Бутасом, мы помним, в том самом месте. Здорово, что у нас продолжается борьба уже после четырёх кругов, борьба за лидерство, немного, немало. Три десятых отрыва Алексея Крачёва от Ивана Лукашевича, так что вот, как бы мы сказали, в зоне крыла, но, на самом деле, очень действительно близко. Да, Нерсес Океан сразу позади них, самый, кстати, молодой участник, и 18 лет ему всего. У нас абсолютно разные категории. Ну, у двух братьев из Океанов, я могу сказать, что ещё большое формульное будущее, и, может быть, когда-нибудь, как Михаил и Ральф Шумачер, мы увидим Матеоса и Нерсеса ещё и вместе. Дай бог, доберутся до Формулы-1, но к тому моменту, я думаю, много наших ребят уже, в первую очередь, Сергей Сироткин, конечно, там на подходе. И Артём Маркелов, и Горору, которые уже выигрывают гонки в самых высоких категориях в Формуле-2 и в 3,5 литра. Янкевичос. Бок-обок. Ну и что? СС Исакян пока не уступает. Пока очень плотная борьба за подиум, между прочим. Будет ли это полностью российский подиум, или всё-таки мы увидим там и литовский флаг тоже? Чуть-чуть Шульмейстер подостал от этой группы, 3,5 секунды до Янкевичоса, ну а здесь борьба продолжается, и как за первое место, так и за третье. Кстати, я хочу сказать, что если вы думаете, что Шульмейстер подостал, но у него лёгкая жизнь в борьбе за первое место, ничего подобного. Глаза на хвосте у него. Вот так человек вырос буквально на глазах за последние пару лет Кубка Меджета. Действительно, из дебютантов люди, которые могут ехать на равных. Но, конечно, два профи впереди, и очередная попытка атаки у нас сейчас будет. Карачёв прекрасно понимает, что его машина сейчас создаёт лобовое сопротивление, и необходимый стрим. Мы видели, как Иван Лукашевич накатывал буквально позади то же самое. Борьба за третье место. Здесь опять Карачёв закрывает внутреннюю, и размена позиций за лидерство не произошло. Вот Исакен Янкевичус, и тот, похоже, влез внутрь. Да, повелось Янкевичус. Вот так, пожалуйста. Пока опытный литовский пилот-инструктор, по большому счёту, этого чемпионата. И вот, пожалуйста, молодого перспективного формулиста смог пока временно лишить третьей позиции. Это уже неплохо. На самом деле, хотелось бы ещё посмотреть на борьбу чуть-чуть позади, потому что там, собственно, пилот из категории Сэнфи, полупрофессиональный, догнал и сидит буквально на хвосте. Слушайте, а позади вот там, простите, за пятое место мне тоже показалось, что Шульмейстеру уже приходится крыться. На последний раз у него было 0,4 всего от Гвазавы. Так что и за пятое место тоже борьба. Очень интересно. Температура сейчас чуть-чуть падает, вы знаете, относительно Формулы-1. Воздух всё тот же, 22, но солнце начало садиться. Время уже к пяти вечера всё-таки на автодроме. Напоминаю, в небольшой записи вы смотрите, а второй гонка прямо будет в полдень, стартует по московскому времени. За три часа до старта Формулы-1. Так вот, температура дорожного полотна уже не 40, как было буквально час назад, 31 градус всего на всё. Кроме того, ветер поднялся. Ну, влажность всё та же самая, 36%, а вот ветер уже практически 3 в секунду. А эти машины тоже, естественно, очень-очень восприимчивы. Может быть, даже больше, чем Формулы-1, к резким порывам ветра. Поэтому и это тоже может играть свою роль здесь, на Сочи-автодроме. Так, смотрим, где у нас ещё борьба. Кстати, сейчас абсолютно лучший для себя круг Александр Попехин ставит. Да, он замыкает пелетон, но это не так важно. Важно, что он согласился принять предложение их, принять участие в рамках гонки поддержки. Здесь Формула-1. Он много выступает ещё и с различными гоночными сериями, которые основываются на, знаете, что-то вроде исторических, когда исторические машины борются между собой, что есть в английской традиции. Так, борьба продолжается менее пяти минут сейчас до финиша. Кстати, здесь нужно ещё пояснить, вот вы видели, очень интересное правило, когда, собственно, прогрев спитлейна, это сразу является прогревом перед гонкой. Но тоже интересный будет и финиш по времени, не такой чуть-чуть, как мы привыкли. Но об этом чуть-чуть позже. Сейчас очередной круг и очередная борьба на торможении. И вновь не удаётся Лукашевичу. На этот раз он режет. Он режет, но не обязан, как Формула-1, проехать между двумя вот теми барьерами. Но, тем не менее, время теряет. Ну, естественно, да. Посмотрим. Карачёв, надо же, он каждый раз умудшает внутреннюю траекторию. Иван Лукашевич, несмотря на он молодой парень, но, ещё раз повторюсь, Гран-при 3, это очень серьёзная школа. Естественно, что он прекрасно понимал, что ему надо каким-то образом влезть внутрь, но ни разу Алексей Ивану не предоставил этой возможности. Вот в итоге попробовал это сделать, но уже это было за траекторией. Пришлось прыгать через высокий вот этот лежачий полицейский оранжевый бордюр, который на протяжении нескольких десятков метров там теперь проложен в начале второго поворота с внешней стороны. Ну что, пока здесь Борис Шульмейстер держит свою пятую позицию, держит тот Гвазавый, но там очень близко, меньше секунды 8 десятых всего, то, что всё время здесь в зеркалах себя показывает. Мы не видели в какой-то момент, может быть, была небольшая ошибка у Гвазавы, потому что в какой-то момент он был гораздо ближе. То ли Борис собрался, так сказать, и подотъехал, собрался, разобрался, да, и подотъехал, скажем так, да. По-прежнему Кайшев у нас лидирует во втором зачёте. Кстати, вы увидите награждение, но только основное. Но будет ещё у них там, в их, скажем так, паддаке своеобразном, там ближе к центру МЧС, небольшой мост, и с ним расположено место на гонке поддержки. Там же и Гранбри 2 в своё время находились, и там же общий шатёр, общий шатёр миджетов. Ну, естественно, во время Формулы 1 так-то они живут именно в здании боксов, обычно на Сочи автодроме. Так вот, сейчас после гонки, ну, где-то через час, будет ещё отдельно, конечно, награждение призами и в полупрофессиональном зачёте. Я думаю, там у них и свои девушки, с которых вы сказали, не было сегодня на стартовой решётке, и своё шампанское. Это завтра было. Конечно, да. Это, кстати, мы увидим. Завтра была на стартовой решётке. Да, стартовую решётку тоже перевёрнутую, напомню. Так что вот эти лидеры с восьмого места поедут. Но, как мы уже говорили, там дрифт к первому повороту, может быть, им поможет даже с восьмого проехать на первый. Но это будет завтра. Сейчас вот тот второй подиум выглядит так. Кайшев, Егоров, Яровой. И затем только Потехин. Так что пока у нас Егоров, собственно, основатель этой серии, едет в своём классе на втором пице. Правда, Кайшеву 20 секунд. А это же Кайшев с Макаровским борется, с профессионалом практически. Ну, здесь тоже два профессионала борются. И Лукашевич, похоже, всё-таки пройдёт. Вечерочё очень, наверное, обидно для Алексея, должно быть, потому что осталось всего ничего до финиша. Один круг, кстати. Да, вот это то, о чём я хотел сказать. Мы всегда привыкли в любых гонках, где там, ну, 45 минут, ну, или час в Гран-при 2 было, 45 там иногда, или 40 в мировой серии Рено. Так вот, ну, или во второй гонке Гран-при 2 тоже 45 минут. Так или иначе, это минуты, а дальше плюс один круг. То есть, вот когда время вышло, пилот проехал за черту, и начинается последний круг. Здесь не так. Здесь, вот если только хоть за одну секунду до флага, вот это время, которое вы видите на ваших мониторах, выходит, то в момент, когда они проехают за тем черту, всё, это конец гонки. За минуту они вряд ли успеют сейчас доехать. Ну, скорее всего, мы сейчас и видим последний круг. Да, было, было здесь сообщение сверху под секундомером, убрали его, может быть, просто были неуверенные организаторы. Ну, видите, с другой стороны, они уже на дуге, то есть здесь, здесь спорно, здесь действительно, может быть, считанные секунды всё решать. Посмотрим, пока Алексей Кирилов снова впереди, это фантастика. Вот в формуле бы такую борьбу нас отвели завтра за лидерство. Но, с другой стороны, всё-таки, там машины побыстрее. Вы всегда говорили, что... И посложнее, это да, но и бюджеты другие абсолютно. Само собой, здесь действительно человек, ну, не обязательно там совсем уж бедный, да, ну, и не сверхбогатый, не олигарх может взять этот проект, если не весь чемпионат, хотя бы один этап. Напечатаю. Или потрениться хотя бы, там, сессии по 20 минут, пожалуйста, приезжайте в Сочи, на Москву, Рейсу, и они будут жить в Казани, они будут жить там с двум этапами, специально, чтобы не возить технику туда-сюда. Чемпионат длинный, не сдаётся, Иван. Но в том-то повороте ни разу у нас не было обгонов, может быть, из-за особенностей до ворота 12-го, перед 13-м, не знаю. Ну что, время 3 секунды вышло, так что всё-таки это последний круг, действительно, ещё в третий сектор. Все его медленные повороты слишком широко. Ушёл Карачёв, будет пытаться по внешней здесь что-то сделать. Лукашевич, Алексея занесло, Иван впереди. Но лучшая траектория в 17-й. Ах, нет, хотел сказать, будет Алексея. Нет, уже нет. Вот это борьба. Иван Лукашевич, и так легко и уверенно он был на свободных заездах. Такое гигантское преимущество. Потом уже чуть меньше 0-7, но всё равно приличная квалификация. И вот как ему пришлось поворотиться, но тем не менее, тем не менее он выигрывает. Фантастика. Вот это борьба. И бледнеет на этом фоне, конечно, борьба чуть за третье место. Но тем не менее, там тоже было жарко. Иван Лукашевич всё-таки завоёвывает место на подиуме. Но всего в 6-ти десятых от него Исакян. Да, я хочу сказать, что Исакян тоже боролся до самого последнего. Но всё-таки упустил вот это место. Ему тоже должно быть обидно. 6 десятых секунды. И Шульмейстер не так и много им проиграл. 2-6 или 8. И Шульмейстер Гвазава всё-таки обогнал на 1 секунду 1 десятую. Мой товарищ по спортзалу. И Добровольский. 12-7. И это седьмое место. Дальше Макаровский. Представляете, человек, который тоже с ним боролся до самого финиша. Всего 4 десятые проиграл. У них тоже была сверхборьба между собой. Человек по прямой на 100 с лишним километров в час вчера влетел. Из-за отказа тормозов, и он садится и борется, и не боится. Любой нормальный человек после отказа тормозов, я не знаю. Но не пилоты. Но не пилоты. Которые не всегда в открытых. Пилоты. А вот представьте, мы говорили про Билли Монгера. Он несколько лет подряд был партнером нашего Роберта Шварцмана в картинге. И вот он теряет две ноги. И через несколько дней Шварцман начинает уикенд двухлитровой формулы в Монце. Любой нормальный. Я представить не мог. Я думаю, господи, так каково же он будет ехать. Ничего, выиграл первую гонку. И во второй с шестого прорвался на третью. В борьбе за второе сошел. Так что пилотов действительно, если есть чувство страха, то в момент пилотажа оно совершенно атрофируется. Не досказали мы. Добровольский с Макаровским все-таки кайшего отъехали почти на 5 секунд. Но тем не менее он выиграл свой зачет. Да, Кайшев на девятой позиции в общем зачете. Но это абсолютно не важно, потому что он на первом месте в классе полупрофессионалов. Сергей Егоров молодец на подиуме. И в десятке в абсолюте. И в десятке, да, вот в абсолюте. Так, значит, соответственно, Яровой с ними будет вот на их подиуме. Дальше Патехин четвертый и двенадцатый. Да, ну и собственно те, кто у нас сегодня не финишировали, нет, к сожалению, никакой информации почему. Но тем не менее, Стейслав Сереженков и тринадцатым он на отсечке. Ну, Стэм Акиниозов, который был много лет супер-журналистом, пишущим. Потом постепенно все больше и больше тестов стал проводить. Потом постепенно стал все больше и больше гоняться. Чем меньше и меньше писать, наверное. Ну да, но он возглавлял пресс-службу «Лады» в момент, когда она выступала в кузовных гонках на высоком уровне. Потом сам стал гоняться на этих гонках. Потом стал выигрывать в этих гонках. То есть Акиниозов тоже очень интересно. Надеюсь, что да, автоспорт это очень заразительное дело. Не то слово. Акиниозов, да, тоже не финишировал сегодня Ружейников, Кукаев и Немкин. Ну, мы видели, там было столкновение. Ну вот, пожалуйста, не классифицирован Немкин. Ну и вот появляются они, посмотрите, под подиумом «Формула-1» рядом с закрытым парком. Там до сих пор, до сих пор стоят те машины, которые только что в квалификации «Формулы-1» боролись. И рядом с ними наши машины российского «Миджета» или «Миджета», как сами говорят пилоты и организаторы этого чемпионата. Чуть французский монет. Может быть, да, из-за того, что основатель французский. Ну, как бы английское, да, но основатели, придумавшие это слово, дайро француз. И, кстати, мы должны увидеть его на подиуме. Вроде бы он должен вручать за первое место призы. Ну вот, мы видим атмосферу отличная. Вот Алексей Карачев, который сражался, который долго-долго лидировал, да, отбивал гигантское количество атак. Ну, а все-таки вот на самом последнем. Причем, ведь он заново вышел действительно вперед и каким-то образом смог Ваня его нагреть фактически перед третьим сектором уже. Он заставил его ошибиться в связке 15-16 поворота и к 17-му вышел вперед вот на той коротенькой задней прямой вдоль пады. Это, я думаю, тоже такие штуки, которые только опытом достигаются, когда-то можно оставить соперника ошибиться. Но и Алексей, понятно, очень опытный пилот. Довольный. Вот Ивана Лукашевича, если никогда не видели в момент его выступления в Гран-при 3, вы видели, кстати, на шлеме у него еще логотип Маруси. Теньорская команда была Маруси Мейнер еще до того, как Мейнер пришел в Формулу-1. Так что можно сказать, что выступал за Мейнер до того, как это стало мейнстримом фактически. Вот Алексей Карачев тоже, которого вы могли видеть и на наших критерах, конечно же. Ну и затем, я еще раз повторюсь, во время гонок G-Team, он выступал за команду там на двое было наших. Леша Васильев, естественно, легенда нашего автоспорта на одной машине, и Алексей Карачев на другой. Ну и у них были тоже западные партнеры, включая вот Берта Шнайдера, как мы говорили, легендарную совершенно личность. У Карачева, кстати, в прошлом году было второе место по итогу Курка России в классе Мейнджет. Так что опытный боец в этой серии он тоже. Замедленные повторы. Борьбы. Можно машину, кстати, хорошо рассмотреть. Вот это как раз... Это подауди сделано, видите, да, вот и ее фары, как бы и решетка такая, которая у них... Но на самом деле, я еще раз повторюсь... Ты сказал, зеркал, фары. Да, 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 фары, естественно, наклейки. Видите, как в фильме «Тачки», там, наскаровские машины, которые тоже, в принципе, даже если они брендированы, например, там, Toyota или Chevrolet, по большому счету. Рамные машины, да. Про технические, да, характеристики мы не все сказали. 230 лошадиных сил и 750 килограммов всего вес. Так что можете себе представить, насколько они на самом деле легкие и мощные. Так что нам машину... Обратите внимание, вас сейчас с каким интересом... А, рассматривает механик «Феррари», да, или кто-то... То есть обратное тоже верно, естественно. Я понимаю, что для этих ребят увидеть машину «Формулы-1» вживую – это нечто. Вот повелось чуть постарше своих соперников. Но, еще раз повторюсь, человек много-много лет выступает. Сейчас мы, кстати, можем послушать. И, наконец-то, мы можем услышать русский язык вот в этой комнате. «Формулы-1» вживую – это неудивительно. «Формулы-2» 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 вживую – это неудивительно. Показать круг еще быстрее. Что касается последнего лучшего, внимание, я опять-таки возвращаюсь к своему старому товарищу Александру Потехину. В 91-м он был второй раз уже чемпионом Советского Союза. В 92-м довелось несколько гонок. Вместе с ним прокомментируйте, я еще был 18-летним парнем. Он был Виктор Казанков. И к нам приходили тоже, помогали работать. Так вот, последний круг у него 2.40, но это лучший его круг. Поэтому постепенно, я уверен, Александр вкатывается. И завтрашняя гонка под конец сможет с кем-то побороться, верю в него. Ну а теперь на подиум приглашается Павелос Янкевич. И мы видим как раз литовский флаг. Но это совершенно наш парень, я вас уверяю. Живет, работает здесь на Сочи автодроме. Готовит эти машины, готовит пилотов. Затем с ними же и гоняется. И некоторые из них, мы видим, его все-таки опережают. Ну и Лукашевич доволен приветствовать здесь публику и российский гимн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Очень здорово. Я не знаю, услышим ли мы завтра в честь Ленева Квета еще раз российский гимн. Но это будет, конечно, честно говоря, маловероятно. Но, во-первых, будет вторая гонка Миджида. Во-вторых, мы услышим российский гимн за 14 минут до старта традиционно. Во-вторых, все-таки очень приятно. Еще раз спасибо Алексею Крачеву и Ивану Лукашевичу за вот эту радость, за этот гимн. Ну что, за первое место Жан-Филипп Дейро, как раз руководитель этой серии, вручал. За второе, внимание, это трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева, наша синхронистка, если вы не узнали. Ну и за третье Алексей Ягай, это генеральный директор технического партнера серии Миджит. Очень красивые кубки, кстати. Достаточно большие. Ну что, шампанское сейчас в честь наших пилотов. Еще раз напоминаю, не пропустите. Завтра в 11.55 вторая гонка в прямом эфире на этот раз. Матч ТВ со стартовой решеткой, с перевернутой стартовой решеткой. Так вот, то, что восьмым, да, предстоит стартовать Лукашевичу. Седьмым, соответственно, Карачеву придется им прорываться вперед. Ну а на поле будет Макаровский и рядом с ним Добровольский на первом ряду. Вот это будет интересно. Для вас же будут работать, как и сегодня, с огромным удовольствием. Наталья Фабричнова. Алексей Попов. Спасибо, друзья, до встречи.